Новое отделение сопровождаемого проживания откроют в селе Лобино Краснозерского района. Для молодых инвалидов с ментальными расстройствами, которых иногда нужно учить элементарным вещам. Например, пользоваться зубной щеткой. Сергей Толмачев выяснил, какие методики применяют специалисты. Тоненько нарезаем помидор. Помнишь, как мы тонко с тобой резали? Нет. Вот так, колечками. Мы колечками нарезаем. Сегодня занятие по новому направлению – домоводство. Объяснять нужно абсолютно все нюансы. Ученики на этом уроке необычные. Диагнозы у нас в основном с нарушением поведения. Шизофрения есть, аутизм и ДЦП. Конечно, у них ниже возрастной нормы, поэтому мы их обучаем, чтобы правильно пользоваться. После первых результатов, я хочу сказать, социально-бытовых – это пользование, как правильно умываться. Они не умели держать ни щетку зубную, ни контакт с водой никак у них не получалось, потому что откаты идут. Он боится этого прикосновения воды. Всем этим ребятам только недавно исполнилось 18. Значит, с ними уже работают не детские, а взрослые специалисты. Подход к каждому индивидуальный. А вот общие правила меняются и становятся мягчим. Полгода назад на кухне и столовой нужно было пользоваться только ложками. Но если я сейчас открою верхний ящик, то увижу здесь и вот такой столовый прибор. Ни одного эксцесса пока не было. Главный принцип – если есть возможность не попадать в стационар, ее нужно использовать. Здесь подопечные занимаются днем, а вечером по домам к родителям. У нас таких уже проектов несколько. Они все при психоинтернатах. И вот обской интернат в ноябре в селе Лобино еще откроет такое отделение. Мы получили в пользование бывшее учреждение детское, его переоборудовали. И вот там будет у нас тоже жить 20 человек. Но они там будут жить на постоянной основе. Но уже вот такая вот социализация. Социализация помогает даже найти работу. Чаще всего тоже в интернатах. А отделение дневного пребывания – это помощь и родителям, и самим людям с ментальным расстройством – освоит навыки нормальной жизни. Сергей Толмачев, Борис Гладких, Дмитрий Кравченко. Новости ОТС.